Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями, что происходит в Армении и Азербайджане. Вот, армянское издание публиковало статью. «Азербайджан выбрал самый бесчеловечный путь показанию давления на Карабах, что, однако, не исключает военный вариант решения задач», заявил Тигран Абрамян. Вот он, на фотографии. В общем, Абрамян говорит, что все может быть, что и военным путем Азербайджан будет решать свои задачи. Так, вот он, что заявил. Военное руководство Азербайджана завершило год визитами различных объектов вооруженных сил и начало года начали с проверки боевой готовности в воинских частях и состояния вооружения. Азербайджан на этом этапе выбрал самый бесчеловечный путь по оказанию давления на Карабах, однако Абрамян не исключает, что будет военный вариант решения этих задач. Наиболее вероятны локальные действия, которые в зависимости от событий могут прирасти в масштабные. Если Карабах сейчас в центре событий, это не значит, что именно в Карабахе возможности силовые решения. В качестве средства усиления давления и исчерпания собственной повестки Азербайджан может повернуть направление шантажа в сторону Армении, где спустя два года после захвальнических операций сформировал подздарм для развития успехов. Для Азербайджана нет отдельного вопроса Карабаха и Армении, есть цель навсегда убрать армянский вопрос с повестки дня. В общем, Армян заявляет, что Ильхам Малиев не остановится, как сказать, пока освободит полностью Карабах, потом займется уже всерьез Армении, и потом еще и дальше, потом и здесь, до столицы Армении, до Еревана уже доберется. Ну, еще такая интересная информация, тоже армянское издание пишет, в СМИ появилась информация о поджоге в лесах Сюника, сейчас я вам покажу на карте, устроенной азербайджанцами. В Министерстве МЧС и Министерство обороны прокомментировали, мол, армяне заявляют, что азербайджанцы подожгли здесь леса на границе Армении с Азербайджаном, озера Сев-Лич или Черное озеро, сейчас ознакомлю, что здесь пишут, вот тут горит лес, типа трава горит, да. Так, новости Армении и Ереван. В МЧС и Министерство обороны Армении прокомментировали муссируемую информацию о том, что азербайджанцы подожгли леса в пограничной зоне Стюринской области, да, в районе Ишханасара и озера Сев-Лич. Ну, я вам показал на карте, так, извиняюсь, где тут, сейчас эта карта поближе. В общем, здесь вот, так, Горес, вот здесь выше, да, вот это вот озеро, Черное озеро Сев-Лич, в общем, этот район как раз и называется, вот тут Сисян есть. В общем, вот, пожары уже начались. В общем, такая информация, что азербайджанцы типа выкуривают армян, начали поджигать уже леса тут рядом с границей, что не надо будет и стрелять, надо будет воевать, просто выкурят и все с насиженных мест. Так, что здесь дальше пишут? Так, по информации некоторых армянских СМИ, телеграм-каналов возгорания началось на захваченном азербайджанском жеными силами участке, после чего перекинулось на лесистые территории Сюника. Ну, это территория Зангизура, я так понимаю. Это, так, здесь, ну, практически, да, это и считается Зангизур, Сюник, вот, как бы, этот район. Так, что еще пишут? Сообщалось, что пожар вспыхнул в местечке Качал-Цар. Возгорание было частично потушено. Однако, после из-за погодных условий, охваченной огнем, территория увеличилась. В общем, начались пожары в Армении. Так, потом, говорится, на сайте МЧС, сгорела зеленая территория в горах у села Верешен в Сюнике. Пожарно-спасательной службе было налажено дежурство, велось наблюдение. Поблизости нет лесов и поселений. А как там, что там горит тогда, если пожар? Около 22 часа ночи пожар самостоятельно потух. В общем, Министерство обороны Армении также отреагировали на возгорание. И они, типа, пишут, что, мол, что азербайджанские вооруженные силы не поджигали этот лес. А то, что, да, все это поджег, может, сами армяне и подожгли. Они пишут, не соответствуют действительности. Так что, может, сами армяне и подожгли. А потом все на азербайджанцев свалили. Что, мол, Азербайджан начал уже сжигать леса на территории Армении. В общем, вот такая информация. Но это конкретно новости Армении. Сегодняшним числом, видите, вот. Вот там все горело уже рядом на границе. Я подумал, может, да, уже. Что это такое? Сейчас вроде... Так, где эта карта? Сейчас вроде и зима. Какие тут пожары могут быть? Кто их там поджигает? Понимаю, летом, да, может пожар быть, там жара, да. И все горит. А тут зимой и пожар случился. Вот такие новости. Не понимаю, конечно, я. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.